Английский был абсолютно нулевой. Это, конечно, совершенно по-другому. Абсолютно. Небо и земля с Россией. И все, что остается дизайнеру, это при том, что клиент купил уже и вложился в недвижимость достаточно крупной суммой, то перекрасить стены и подобрать мебель. Маша, ты не можешь писать, что ты дизайнер интерьера, потому что ты по канадским и американским законам не являешься дизайнером интерьера. Моя деятельность сейчас не совсем законна. Все мне говорят, Маша, ты не сможешь, но я не сдамся. Если у меня нет образования, то мое резюме могут никто и не рассмотреть. А вы не могли бы к нам обратиться, когда будет канадский? Вот так. А если обмануть? Слушайте, мне они собой так нравятся. Привет, друзья. Я знаю, что многих дизайнеров и архитекторов очень волнует вопрос выхода на зарубежные рынки. В частности, в Америку и в Канаду. Сегодня нам выпал прекрасный шанс отловить практически перед отлетом дизайнера интерьеров Машу Файнберг, которая улетает работать в Канаду, прилетев на небольшой период сюда в отпуск. Уже три года она там работает, у нее накопился интересный опыт, и мы сегодня хотели бы с ней об этом поговорить. Маша, здравствуйте. Всем привет. Маша, вот самый такой первый вопрос. Я-то знаю вашу историю, но первый вопрос. Здесь у вас хорошее портфолио, классные проекты, награды, конкурсы, и вдруг вы уезжаете, собирая чемоданы на ПМЖ в Америку. В Канаду. В Канаду. Как дизайнеру интерьеров, вот как вы видели, да, и вообще с чего, откуда взялась эта идея отправиться туда, хотя здесь все хорошо. И к чему вы, может быть, готовились, и чего ожидали? Ну, идея переезда не случается просто так, и это была не совсем моя идея, давнишняя мечта моего мужа, поэтому это скорее было не от чего-то, а к чему-то. То есть было интересно очень переехать и посмотреть, а как там в другой стране, более стабильный. У нас три дочери, и хотелось дать им другое образование. Когда я переезжала, я, естественно, ужасно переживала и искала на просторах интернета хоть какую-то информацию о том, что кто-то уже прошел до меня этот путь, кто-то уже сделал это, и у него все обалденно получилось. И когда я искала, я не находила, не было ни статей, ни на русском, ни на английском, ничего похожего. И тогда я обратилась к социальным сетям и просто через выборку по локации искала людей с русскоговорящими фамилиями, грубо говоря, чтобы идентифицировать. Я писала им вначале на английском и потом понимала, говорят ли они на русском, и спрашивала. Искали в качестве кого? В качестве советчиков, дизайнеров или клиентов уже? Не-не-не, я искала именно дизайнеров интерьера. А язык был у вас? Нет, язык был нулевой, и с английским мне помогал муж написать первичное письмо. Английский был абсолютно нулевой, я была тут очень сильно загружена работой, у меня вообще никогда не было ни мотивации, ни необходимости какой-либо учить английский язык. Приехав туда, я за полгода, восьмичасовой у меня был учебный день, я подняла язык. Да, уровень, о котором я могу в целом работать, он не супер-пупер, но он мне позволяет вести консультации с клиентом, вести проекты, и разговаривать нормально. И когда я находила таких людей, которые могли со мной поделиться, то я их заваливала, безусловно, вопросами. Но проблема была в том, что я не знала, что спросить. Это сейчас уже я анализирую, и понимаю, что я задавала не те вопросы. Но когда мы задаем вопрос, то нам на него и отвечают. Вопрос мой был неправильный, потому что я задавала вопрос о том, а как проходит общение с клиентом, а как у вас все, а как вы подаете информацию, работаете ли вы с бордами, а как вы приезжаете клиентам на объекты, или вы дистанционно, как это все. И мне на эти именно вопросы отвечали. Но в действительности, когда я приехала, я жила в этой иллюзии примерно год. Потому что как только я прилетела в Канаду, то на меня тут же упал проект. Вот буквально две недели, и ко мне сразу обратились, я сменила локацию на сайте, ко мне тут же обратились клиенты, причем англоговорящие. И я поехала с мужем как с переводчиком, и я была в полном экстазе от того, что вау-вау, у меня все получается. И у меня долгое время были такие достаточно простые консультации. И тогда мне казалось, ну что это за услуга такая, консультация. Так, давайте по порядку. Да, я, наверное, убежала. Откуда взялся этот клиент? То есть вы приехали с чем? С образованием, с дипломом, с портфолио, с сайтом, с чем-то еще, с инстаграмом? У меня был инстаграм, но мне кажется, что вот в Канаде, в небольших городах, а я жила в городе, я только сейчас недавно переехала в Торонто, а до этого я жила в городе Виннипек, он не очень многочисленный, там меньше миллиона человек живет, что вот в таких небольших городах инстаграм развит в основном у русскоговорящих, а у англоговорящих и франкофонов они, инстаграм, не очень развит. Он у меня был, но он на клиента не работал. То есть через инстаграм ко мне приходили клиенты и из Нью-Йорка, и из Миннесоты, то есть вот со стороны Америки, но опять же русскоговорящие, с Канады не приходили клиенты через инстаграм, а вот они приходили через сайт, это было удивительно. Сайт на каком языке был? У меня двуязычный сайт. Уже здесь в России вы сделали? Да, вот это единственное, в чем я была основательно готова. Я приехала туда с двуязычным сайтом. И ко мне обратились тогда клиенты просто за консультацией. Была одна консультация, потом другая консультация, потом третья. И мне тогда казалось, что я, наверное, сплоховала, потому что все ограничивалось консультациями. Но сейчас, по прошествии почти трех лет, я могу сказать, что консультация, она чуть ли не самый основной продукт, который потребляют американцы и североамериканцы. Это такой понятный им очень продукт. Не все обращаются за проектами, обращаются, безусловно, но консультация прямо самый востребованный продукт. Так, про продукты мы поговорим чуть позже. Интересна сейчас именно история, как вы приехали и с какими проблемами столкнулись? С какими проблемами сталкивается российский дизайнер, приезжая, когда у тебя еще нет там клиентов, которые уже тебя ждут? Ну, язык. Второе, ты не знаешь, а как что устроено изнутри, из чего сделаны стены, а что на что кладется, а какая технология, а что можно в каком порядке, а где что заказывается. Безусловно, это приходилось находить. То есть я нашла через интернет контрактора, который русскоязычный был в моем городе, но просилась к нему на стройку. Приехала к нему на стройку. Он там мне показал, что и как, как строится, как ставится, как куда, что. Это, конечно, совершенно по-другому. Абсолютно. Небо и земля с Россией, потому что здесь у нас, естественно, все строится более основательно. Это штукатурные работы, вот такое все. А там все гипсокартон, все деревянное, очень все быстро происходит, потому что нету вот этого момента оштрабления, нету заливки, стяжки, все по-другому. Опять же, там из-за того, что люди непривычные к тому, чтобы все делать долго, то все покупается вблизи. Ну, по крайней мере, я сейчас буду говорить о своем опыте, да, у меня нету, к сожалению, другого. Но он тоже у нас сейчас будет появляться, потому что мы сделали группу русскоговорящих дизайнеров. Да, сообщества. Вот. Но все делается очень-очень быстро. Из-за этого все заказы, все предпочитают все по-быстрому. Никто не хочет ездить, ничего щупать и прикладывать. То есть это, когда уже идет речь о крупных бюджетах, то тогда да, мы работаем с бордами, я привожу все материалы, мы все выкладываем. Но в основном это такие quickly buyer. То есть это все очень быстро, так это, 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 все сделали, погнали. Что такое крупный бюджет для клиента Канады? Крупный бюджет, ну, это 20 тысяч долларов на помещение. А, соответственно, быстрый ремонт, такая быстрая консультация? Сложно заключается в том, что, ну, для канадца, да, и для американца у них, в общем, та же самая история. Когда среднестатистический канадец приобретает дом, то в 90%, ну, наверное, может, не в 90%, 80%, это будет либо новый дом, либо дом, который перед продажей привели в порядок, и там все чистенькое, новенькое, покрашено, заменены столешницы, вся мебель в замечательном состоянии, встроенная. И все, что остается дизайнеру, это при том, что клиент купил уже и вложился в недвижимость там достаточно крупной суммой, то перекрасить стены и подобрать мебель. Ни о каком переносе розеток, дополнительном освещении, изменении конфигурации комнат, как правило, в этой ситуации не идет. То есть, есть процент клиентов, которые приглашают себе дизайнера по прошествии, там, живя в доме 10 лет, но таких настолько мизер, вот, по крайней мере, вот в мелких городах. В Торонто совершенно другая история, и в Нью-Йорке, потому что там люди покупают дома стоимостью свыше миллиона долларов. И они покупают, этот за миллион можно купить дом, который не очень в хорошем состоянии. Да, и вот тогда новый владелец дома пригласит дизайнера, потому что тогда там оплата услуг дизайнера, там, 10, 20, 30 тысяч долларов, она просто разотрется в этой сумме миллион, она вообще будет не видна, потому что сверхмиллион еще надо вложить в ремонт, чтобы хоть как-то жить в этом доме приятно, потому что ты уже вложил в него миллион. Вот, и привести дом в порядок. Тогда приглашать дизайнера на комплексную. А когда дом новый, то, конечно, за все, что уже сделано, заплачено один раз. И не хочется повторно приглашать маляра, который возьмет там минимум 15 долларов в час, окрасить будет вам три или четыре дня. Не хочется все вот это вот. И, конечно, оно улечет за собой немного изменения подхода к услугам, подхода к оказанию услуги. К самому интересному подходим, к образованию и к тому, какие есть, вот насколько размыто или наоборот четкая грань между декоратор, как я уже поняла, дизайнер, архитектор. У нас это уже так немножечко все перемешано. Вот как там и приезжая с диплом дизайнера интерьеров, как вас встретили там с вашим образованием? Вот в этом отношении я как раз вот через год начала понимать, что и мне писали девочки уже, когда я через год, живя в Канаде, познакомилась со многими коллегами из Нью-Йорка. После того, как я там читала лекцию, у меня появились знакомые и мне все сказали, Маш, ты не можешь писать, что ты дизайнер интерьера, потому что ты по канадским и американским законам не являешься дизайнером интерьера. И тогда я стала писать интернешнл дизайнер интерьера. Есть еще разные другие опции, которыми наши русские дизайнеры пользуются, чтобы прикрывать свою незаконную деятельность. Но по сути моя деятельность сейчас не совсем законна. Ну, как бы я говорю это честно, как оно есть, потому что об этом умолчать мне очень красиво. Я сейчас на пути к легализации, и это берет достаточно длительное время, потому что мой диплом дизайнера интерьера это как бы второе мое образование. По первому образованию я графический дизайнер. А диплом дизайнера где получен? Я получала в деталях. В деталях. Да. И сейчас я столкнулась с тем, что вообще абстрагируемся немножко от меня, я общую базу расскажу. Да, да, как там. Что когда человек приезжает, ли он как эмигрант, или приезжает, ли он просто как с рабочей визой, то он имеет право работать и называть себя дизайнером интерьера при трех условиях. Первое условие, он обучился на территории Канады или Америки, или онлайн получил образование, выбрав курс из перечня, который есть на сайте регулирующем органе, который определяет дизайнер ты или нет, я потом, мы укажем этот сайт, отучившись по этой программе, ты должен проработать под лицензированным дизайнером 3700, по-моему, часов могло ошибиться в цифрах. Если ты обучился, например, в России, в Казахстане, еще где-то, в другой стране, по нелицензированной программе, то ты должен проработать под лицензированным дизайнером 5700 часов. И после всего этого ты подаешь аппликацию как бы на то, что ты хочешь сдать на дизайнера по интерьерам на экзамен. И тебя либо допускают к этому экзамену, либо не допускают, и тогда просят что-то доучиться, доделать или еще какие-то моменты. И дальше ты сдаешь экзамен. Экзамен состоит из трех частей. Это чуть ли не 5-7 часов берет каждая часть. И это достаточно дорогостоящий экзамен, и он достаточно трудный. В среднем год к нему готовятся приехавшие из другой страны, не получившие образование в Канаде или в Америке. Для меня сейчас путь еще более тяжелый, альтернативный, потому что мое образование второе, оно не государственного образца, и я не могу подтвердить свой диплом через специальную компанию, которая апостелирует дипломы. Поэтому я иду по третьему альтернативному пути, он тоже в принципе доступный. Это когда надо заполнить по трем своим проектам такие огромные талмуды, как делал, что делал, кто принимал участие, все планы, чертежи, подрядчики, взаимодействия, отзывы от клиентов, отзывы от подрядчиков, 8 тысяч часов работы под лицензированным дизайнером, и тогда вы допускаете до экзамена. Все мне говорят, Маша, ты не сможешь, но я не сдамся. Дипломная работа практически. Это большой путь. Но проект, естественно, выполненный на территории Канады. Нет, проекты, выполненные дизайнером в любой стране. То есть даже наши можно взять? Ну, конечно, потому что получается номинально, вот сейчас я как работаю, если у меня есть какой-то момент, который необходимо утверждать, то я обращаюсь за подписью к архитектору, который имеет право на это. Если нужно что-то, чтобы был лицензированный дизайнер, то у меня есть знакомый лицензированный дизайнер, который со мной это делает вместе. То есть мы не можем выйти за рамки незаконности, и я не имею права подписать документы некоторые, которые дальше пойдут в город или дальше пойдут строителям, потому что это с моей стороны на данный момент незаконно. Вот этот вопрос, а почему бы, как я понимаю, с этими лицензируемыми дизайнерами и архитекторами у вас какие-то партнерские отношения за какую-то определенную сумму, а почему не было ли идеи с кем-то объединиться и создать как студию или пойти к кому-то работать или все-таки здесь уже свое эго? ну, наверное, и эго тоже или, может быть, есть какие-то там тоже нюансы, что не каждый каждого возьмет. Ну, скажем так, если препарировать эту ситуацию на части, то в первую очередь это человеческий фактор. Сейчас вы можете работать с этим конкретным дизайнером и у вас все хорошо, пройдет какое-то количество лет и ваши пути могут в силу обстоятельств разойтись. Да вы можете просто банально разъехаться в разные страны, потому что как только ты один раз уже переместился, то все последующие перемещения уже не кажутся такими странными, страшными и люди очень легко перемещаются. И в какой-то момент вы, как нелицензированный, можете оказаться в ситуации, что а теперь вам не с кем, а годы ушли, да, и может быть вы уже не так будете кому-то интересны. Не говоря о том, что, конечно, финансовая сторона вопроса, то есть всегда лицензированный дизайнер выше нелицензированного дизайнера. Ну, а потом я всю свою жизнь, вот сколько себя помню, работала сама и у меня как бы есть до сих пор проекты в России и у меня есть сотрудники здесь в России, в Нью-Йорке и сейчас идти вот и работать совсем на кого-то, вот в какую-то компанию, я думаю, что даже меня бы не взяли из-за уровня английского и, конечно, того, что я не обучалась в Канаде. А доказать канадский подход к образованию, он таков, что когда принимают на работу, то есть такие как бы рандомные точки, которые должны соответствовать, да, таргетные, что если у меня нет образования, то мое резюме могут никто и не рассмотреть, если при этом я не лицензирована, то я дальше не пройду. То есть, конечно, можно как-то попытаться устроиться и даже у меня там есть мысли какие-то, там я нашла ряд компаний, которые меня интересны, там работают международные дизайнеры из разных-разных стран, и можно было бы вот с этой точки зрения подойти, они все работают удаленно над разными проектами, но соединены одной группой. В таком контексте да, но пойти совсем на кого-то работать я, наверное, так вот не рассматриваю. А вот клиенту, как вы говорите, что работодатель важен, да, он может быть даже не рассмотрит, если нет лицензии, нет образования, а клиенту что важно, когда он выбирает вас? А клиенту важно портфолио. Портфолио. Застрахован ли дизайнер? Дело в том, что на территории Канады и Америки любой дизайнер страхует свою деятельность от любых происшествий, которые могут произойти на объекте, на котором он работает. Это очень классная штука, она как бы под страховкой находится и ваши сотрудники, которых вы нанимаете официально, и вы сами как дизайнер, а у строителей, как правило, есть своя страховка. Но при ситуации возникновения каких-то моментов, то, как правило, вступают действия и страховка дизайнера, и страховка строителей, и это снимает все ответственности с вас как дизайнера. Но опять же, люди стараются делать корпорации, чтобы дальше не их финансовые средства страдали, мало ли что, потому что, ну, понятно, что юридическая система в Канаде и в Америке, она более рада, чем в России, но сейчас тоже стала догонять. Портфолио, страховка. Портфолио, страховка, сайт. У меня портфолио было все фотографическое, то есть у меня не было 3D. Важно 3D или не 3D? Вот они смотрят, у нас сейчас есть такое, что ну вот одни визуализации строить не умеете. Мы обсуждали это недавно с коллегами. Я думаю, что для клиента, наверное, и не так уж важно, потому что не все клиенты отличают качественно выполненное 3D от фотографии. Но для меня, как для дизайнера, важно самой для себя знать. Вот эта фотография, я довела этот проект действительно вот до полного воплощения, до последнего канта. И в этой ситуации, мне кажется, это самому дизайнеру дает уверенность. Потому что, ну, безусловно, странно, когда у дизайнера портфолио состоит из одних 3D, и ты уверяешь, что ты сможешь это реализовать. Да, это же всего лишь, ну, не знаю, 50% успеха сделать картинку. Ее можно подогнать, да, можно ее придумать, придумать, да. А потом пойди найди, чтобы все состыковать, и шпоны, и финиши, и ткани, и все, и чтобы легло, и смотрелось. Да. А если уже переходить к следующему этапу, вот вас выбрали, кстати, клиенты и российские жители там, и местные тоже, да? Да, ну, местные, конечно, у меня там микропроцент, в основном это русскоговорящие, но которые эмигрировались там много лет назад, не вчера, не позавчера, а вот как бы достаточно давно живут. И в Нью-Йорке также у меня абсолютно русскоговорящие клиенты. Соответственно, какие услуги? Как я поняла, есть услуга консультации, которая, ну, это прям полноценный проект, не как у нас, да? Ну, я в свое время, когда поняла, что уже услуга консультации это не совсем вот как у нас, у нас здесь как раз очень с этим какие-то непонятные взаимоотношения. Многие дизайнеры оказывают консультацию бесплатно. Да, чтобы привлечь клиента. Да, привлекая клиента. А в Канаде, в Америке услуга консультации оказывает платно, чтобы привлечь клиента. Опять же, но всегда платно. Всегда, абсолютно. И эта услуга, она, как правило, это не один час, не два часа. Вот у меня там, я поняла в какой-то момент, что у меня это занимает, вот услуга консультации 20 часов, у меня даже возник такой пакет услуг, консультации на 20 часов. Потому что за это время мы, как правило, с клиентом успеваем и подобрать свет, и куда-то съездить, что-то выбрать, и какой-то текстиль подобрать, и оценить моменты, над которыми ему в дальнейшем надо работать. Но я стараюсь всегда сделать чуть больше намеченного, опять же, чтобы привлечь клиента на будущее. То есть, в принципе, это такой полноценный экспресс-проект какой-то. Ну, будем так называть, что это... Есть разница с экспресс-проектом только в том, что то, что надо, определяет клиент. Вот он говорит там, мне надо выбрать шторы. Не вы, по сути, говорит, то есть, вы можете предложить, я предлагаю клиенту, говорю, что вот, например, я бы вот для этой комнаты сделал то-то, то-то, но он уже приходит с определенной задачей. И толчковым моментом всегда является решение именно этой задачи. То есть, а дальше уже как проявишь себя. Иногда у меня бывает так, что 20-часовые консультации вытекают в проект. Это как бы успех. Это я всегда рада, что вот так вот получилось, потому что это значит, что услуга оценена и все прошло ровно так, как запланировано. Сам проект, вот именно дизайн-проект, отличается каким-то образом от нашего российского? Да, наверное, да. Тем, что в нашем российском всегда, когда смотришь на проект изначально, мы всегда о чем в первую очередь думаем? Что мне тут такого подвигать? Да. Чтобы вот передвинуть и чтобы, например, сэкономить метры, потому что у нас в России это всегда вопрос метров. Там вопрос метров, как правило, не стоит. То есть, у меня в работе всегда дома, и в домах, как правило, достаточно территории. И в домах в любом доме есть столовая, в любом доме есть гостиная, и вторая гостиная, и какой-нибудь еще каминный зал. Поэтому там не стоит вот этого ощущения, когда мы здесь работаем. Даже когда к нам клиенты приходят с квартирами, они, например, метров 200, то, как правило, ты сталкиваешься с тем, что окон там гораздо меньше, и ты начинаешь придумывать, а когда? Да, стены строятся. Мы не говорим о частном жилье, о домах в России, и в Москве в частности. Мы говорим скорее вот о квартирных аспектах. А что у них в приоритете? Они в редких случаях ломают что-то и передвигают, потому что это очень длительный процесс утверждения. Они в основном перекрашивают и выбирают мебель. Вот как бы это в основном такое происходит. А у нас здесь мы сразу думаем, а как подвинуть, а как передвигать? Ну, еще потому, что нашим дают, либо квартиры покупаются в убитом виде, и все все равно переделывают все основательно. Либо свободную планировку. Либо мы получаем коробку, как волейбольная пуля, в котором два провода в коридоре, и все. И дальше, соответственно, в рамках закона мы двигаем все. А там иначе. Ну, а с точки зрения подачи, чертежей, 3D-визуализации скетча, вот есть какие-то отличия от наших проектов? Мне кажется, что в этом смысле нет. Ну, я не знаю, как другие работают. Я как здесь работала с бордами, так и там я работаю с бордами. Как здесь я работала через подачу скетча, скиза, так и там. Сейчас у меня просто объем вырос. И там, и здесь, потому что я веду сразу проекты в Нью-Йорке, в Торонто, ну, в Канаде и в России. И у меня объем выше, чем я могу оскетчить, грубо говоря. Поэтому я решила, что я выйду на 3D-уровень. И будет услуга 3D. Но, в принципе, никаких проблем с 3D, с бордами, с скетчами. Все так же, как везде. А теперь начинается этап реализации. реализации. Вот здесь. В чем отличие взаимодействия со строителями? Кто строители? Чьи строители? Что им можно, что нельзя? Где там дизайнер? Вот про эту сторону расскажите. Про эту сторону вопроса я, наверное, больше и лучше смогу рассказать через год. Сейчас мой опыт в силу того, что мы сталкиваемся, я сталкивалась там в основном с неглобальными переделками. У меня было только два объекта, в которых мы прям чуть ли не с нуля все строили и все сносили и переделывали. В этих случаях я работала так же, как и здесь в России с бригадами клиента. Но я знаю, что коллеги в Штатах и коллеги в Канаде приходят к тому, что начинают работать с бригадами какими-то. для меня это пока психологически тяжелый момент, потому что ну как-то и здесь в России я старалась дистанцироваться от строителей, потому что просто нести ответственность я могу только за себя и за свою команду. Строительство это очень тяжелый аспект для меня. Но говорят, что там и по опыту коллег, что лучше вот когда идет глобальное что-то, то лучше иметь свою бригаду, безусловно. Она тоже застрахована? Бригады застрахованы. Конечно, ну вот тут еще русские говорят, что могут взять на ремонт и на строительство любую бригаду, но только русская бригада сделает тот уровень, который русский клиент хочет получить. Потому что в действительности тот уровень, который дает даже лицензированный строитель, лицензированный электрик, канадцу, это не то, что хочет видеть наш русский потребитель. Мы хотим, чтобы у нас все ровненько, чтобы идеальные уголочки, чтобы штукатурочка, все, чтобы было идеально. Для канадца это окей. То есть, если где-то что-то слегка съехало, что-то неровненько подкрасилось, где-то потек на прокрашенной стене, пошел, для канадца это норма, никто не будет придираться. Абсолютно. А русский будет. Поэтому, когда там русский нанимает канадцев, это мечные терки. А как же вот эта история дизайнера, приезжающего на авторский надзор с вами переделать? Ну, у них есть как бы уровень, который считается нормой. По снипу. По снипу, да. Грубо говоря. И они не будут переделывать, если дизайнеру кажется, что небольшой блеск какой-то или еще что-то. Стена покрашена в два слоя, все хорошо. То есть, дизайнерам-перфекционистам там, в принципе, нет, нет. Тяжело. А все очень-очень быстро сходят, а нет своих требований. Абсолютно. И такой вот голубая мечта российского рынка дизайна это комплектация по американскому и канадскому типу. Тут очень сложная, да, ситуация. И с ритейлерами там работа специфическая. Мы с коллегами как раз после моей лекции долго обсуждали и решили, что надо отдельным блоком это рассказать, потому что вот так в двух словах не расскажешь. Но суть в том, что как только ты становишься лицензированным дизайнером, либо ты работаешь там с кем-то, либо ты там не лицензированный дизайнер, но ты работаешь просто в тандеме с кем-то, то в Штатах приобретается ритейл-сертификат, то есть, дающий тебе право работать с ритейлерами. В Канаде это немножечко по-другому. Но коллеги не сталкивались с ситуацией, когда клиента обманывают или, например, когда клиент вдруг выдает себя за дизайнера, приходя за дополнительной скидкой, или когда клиент говорит, я дизайнер, дайте мне скидку. Ну, нету там такого. Ну, по крайней мере, опять же, я не сталкивалась. Но я решила, вот после, особенно после лекции, что я структурирую эту информацию, я еще опрошу других своих коллег, чтобы мы создали более полную систему и рассказали об этом более подробно. Но в действительности это... Сейчас в России мы тоже приходим к этому. Я уже, наверное, лет пять работаю с клиентами совершенно в открытую и я говорю, что да, я заключаю агентский договор и да, мне платит действительно поставщик, но он мне платит из не суммы, как бы, не сверх, никогда. Это вообще, когда мне названивают холодными звонками, я говорю, ну, например, сколько у вас стоит? Они говорят, ну, столько. Накрутить сколько хотите. Да, положите себе, у нас так дешево. И я говорю, спасибо, моя репутация, мне очень дорого стоит, не будем, благодарю ей. Да, нет, с таким вообще там не сталкивалась никогда. Ну, правда, у меня как бы опыт ограничен в этом смысле. А вообще, вот в продолжении этого вопроса, клиент насколько ценит работу дизайнера, насколько он вот вас, как автора проекта, который внесет ему красоту, гармонию, счастье в дом, прислушивается к вам, уверен в вас. Вот, знаете, такой, с человеческой точки зрения. Мне, видно, везет. У меня даже консультации, вот тот момент, когда ты оказываешь консультацию, потом пожимаешь руку клиенту, он переводит тебе деньги, а ты закрываешь дверь, и, по сути, как бы твоя работа над этим закончена. Ты раз и забыл. Ну, это действительно это такой довольно оперативный процесс, консультации. То мне клиенты потом спустя месяц присылают фотографии, говорят, смотри, как круто вышло, у нас все получилось, как мы хотели. И для меня это показатель того, что вот они, они как бы воплотили рекомендации, они сделали, как мы задумали, и получилось очень здорово. Мне, видно, везет. То есть, ну, по мне так ценят, потому что возвращаются, рекомендуют, и приходят, и приводят своих друзей, знакомых, ну, просто видно, везет. Но, как у других коллег моих, пока не знаю. Вот сейчас мы... Когда вот это сообщество заработает. Да, 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 когда заработает, да, потому что я создала клуб русскоговорящих дизайнеров в Канаде. У меня есть коллега, которая такой же клуб открыла в США, и мы, соответственно, там обмениваемся все время опытом, и она рассказывается о своих коллегах, я о своих. и таким образом мы больше узнаем друг о друге. И я надеюсь, что сейчас мы будем делать регулярные встречи, которые и мне дадут что-то, и им тоже. Потому что, мне кажется, что Россия более передовая с точки зрения технологий. Сильно передовая. То есть, подвесные унитазы с инсталляциями я ни разу не встречала в канадских домах. Ну, нет, наверное, совру. Один раз. Но их никто не заказывает. Все хотят классику. Эти бесконечные огромные ванны, которых никто не забавляется, но которые все сохраняют. И когда мы рассказываем о том, как в России, а я продолжаю вести проекты в России, я публикую, все говорят, вау, как у вас там и такие новые технологии, вот эти новые. О них многие не слышали. Да, вот так пройдешь по нашему Нахимовскому проспекту, и то, и другое, и третье, и десятое, а там это в меньшем количестве, безусловно, и все ограничено, и склады особо никто не держит. Ну, правда, все заказное, но вот так вот, чтобы вот пощупать, трудно. Но бывает, но зато там возвратная история лучше действует. То есть заказали, не подошло, отправили. Заказали, не подошло, отправили. Разная система в этом смысле. Самый животрепещущий и главный вопрос для всех, кто ждет выхода на международные рынки. Что там лучше всего работает, ну, естественно, у вас, да, с точки зрения привлечения клиента, с точки зрения пиара, и что вы делаете для того, чтобы поток шел к вам как можно больше. Ну, кроме того, что к вам возвращаются довольные, ваши клиенты рекомендуют вас, может быть, что-то с точки зрения технологий. В моем, ну, наверное, технологии надо, да, и надо мне, я все время себе говорю, надо писать посты на английском, и надо ввести на фейсбуке тоже, потому что фейсбук на самом деле лучше работает. Но меня все время не хватает, я только в инстаграме. Ну, в моем случае работает лучше всего BBC, баба бабе сказала, ну, вот я уже об этом говорила, что одни рекомендуют другим, и у меня происходит такая система, что вот сейчас у меня там почти до декабря уже полный фул, и все записано. Как у других? Ну, а хаос? И мне вот очень интересно публикации с журналами. С хаоса пыталась, я пыталась опубликовать российские проекты в нескольких журналах, и мне приходили отклики, да, да, мы готовы, заполните анкету. Я заполняю анкету, что локация в России, и они мне пишут, там, не в Канаде? Я говорю, нет, это российский объект. А вы не могли бы к нам обратиться, когда будет канадский? То есть они как бы получают фотографии, они говорят, да, отлично, утверждают, мы уже переходим к анкетному заполнению, и вот тут вот, вот так. А если обмануть? Мысль такая мелькала, но уже было поздно. Ну, как-то, брат, мне хорошо, у меня дети подрастают. Я сделала такой же, но... Нет, я решила, что раз понравилось, значит, и дальше я иду как бы по правильному пути. Ну, и такой, наверное, в завершении вопрос два. Сколько на данный момент, вот на сегодня, 9 августа 2019, ой, августа, сентября? А то я думаю, ох, как хорошо. Еще раз. Да, еще раз. Сколько на сегодняшний момент, 9, 09, 2019 стоят ваши услуги по дизайну в Канаде? В Канаде все меряется часами, в большинстве своем. Поэтому я могу лишь сказать, сколько стоит как бы мой час услуг. Там вот в городе Виннипек, он стоил там 65 долларов в час, а в Торонто я беру 100-150 долларов в час. Все время по-разному зависит от покупательных способностей клиента в отдельно взятом городе. В Нью-Йорке это совершенно другая цена, потому что там гораздо выше стоимости всех дизайнеров, и выходить совсем на демпинг с такими ценами никто не будет. Когда мы работаем по проектам, то мы работаем по скоэфитам. То есть это вообще отдельная моя боль, прямо потому что, сколько, почти 3 года, но я до сих пор все пересчитываю обратно на метры, у меня бесконечно обращение к калькулятору, и, наверное, должно еще пройти какое-то время, пока я начну метрами считать. Но примерно цена у меня в Виннипеге была, как в Москве, в Торонто повыше чуть-чуть. Ну, как бы, как цифрами озвучивать, я, наверное, не стану, но норма часа достаточно. А команда, кто с вами творит все эти проекты? Это команда какая-то местная или это на удаленке? И вообще юридическая форма, если об этом можно говорить? Ну, я думаю, что об этом можно говорить. Юридическое форум у меня, я как сама бизнес, сейчас я буду оформлять как корпорацию, потому что в Торонто принято так делать, и в основном все работают именно таким образом. Я нанимаю локации, где находится объект. То есть если он находится в Миннесоте, то я нанимаю там. Если он находится в Нью-Йорке, то я там нахожу замешников профессиональных, которые 3D-оборудование меряют, я нахожу там тех, кто мне чертит, потому что как бы весь дизайн-процесс я осуществляю сама. Я прилетаю, я подбираю, я там все смотрю, я прилетаю на авторские надзоры, но чертеж осуществляют у меня как бы специальные люди. Я нанимаю их в локации. А, в локации. Да. Ну, здесь, когда российские объекты, то я нанимаю или в Москве, или в Украине. 3D, вот сейчас мы будем работать с ребятами по 3D, они базируются в Украине. Там у них отличная качество 3D-визуализации. Да, я тоже видела. Но сейчас мир такой стал, что нет границ. И нет вот такого уже ощущения, что вот это как-то невозможно. Да, у меня сейчас впервые в моей практике покупают авторские права и ребята из Челябинска. И мы там, соответственно, с ними в другом часовом поясе, с Нью-Йорком в одном часовом поясе, с Москвой в третьем. И у нас такой, у меня такой день нон-стоп, одни легли спать, начинают проснулись другие. Не просто. Мы вам желаем от всей души развиваться. Спасибо. Мы будем с удовольствием ждать публикаций. Вот что-нибудь ребятам, которые смотрят, мечтают, хотят, планируют, какие-то пожелания. И как не наступить, может быть, на те грабли, на которые уже наступили вы? Наступила я, да. Ну, в первую очередь, я бы, наверное, рекомендовала делать все основательно. И делать всегда на 20-30% больше, чем заложено договоренностями с клиентом. Потому что это тот самый бонус, который даст и вам возможность не упустить что-то и всегда сделать приятно клиенту. Ну и понимать, что границ нет. И мир, на самом деле, гораздо теснее, чем мы о нем думаем. Что нельзя упустить репутацию на одном конце планеты, а потом надеяться, что она не догонит тебя на другом. Это вовсе не так. Люди знают друг друга по всем концам мира, и мир гораздо теснее, чем мы можем о нем предположить. А профессиональный мир, он еще теснее. Поэтому просто делайте честно свою работу и будьте профессиональны, развивайтесь. И для этого сейчас у нас вообще все ресурсы. Можно удаленно учиться и в Америке, и в Канаде, находясь при этом в России, и лицензироваться серьезно. Вот что бы сделала Яна? Я, наверное, бы прошла бы обучение онлайн, еще находясь в России. Если бы я подумала об этом заранее, прилетела бы туда уже сдавать экзамен. Наверное, я бы поступила так. Ну и как бы знакомьтесь с людьми. Знакомьтесь с людьми. Не стесняйтесь спрашивать. Это вот тоже. Мне всегда говорили, не стесняйтесь спрашивать. И когда случилась ситуация с переездом, и это был первый момент, когда я вывела себя из зоны комфорта и решила, что мне не стыдно будет спросить. И я начала спрашивать. Вот не стесняйтесь спрашивать. Если человек не захочет, он не ответит. Но всегда найдутся те, кто захотят вам ответить и расскажут. Вы просто получите те знания, которые вы нигде не вычитаете. Ну а так, удачи всем. Спасибо большое, Маш. Мы в свою очередь тоже желаем вам, ну, во-первых, хорошего полета. Да, спасибо. Он уже будет скоро. Во-вторых, безусловно, развиваться, развивать российское профессиональное сообщество. Чем можем, поможем. Спасибо. Как оно называется, кстати? Как его искать, если вдруг кто-то у нас сейчас смотрит русскоговорящий из Америки, из Канады? Русские дизайнеры в Канаде. Фейсбук. Да, группа фейсбук «Русские дизайнеры в Канаде» Маша Файнберг. Или русскоговорящий, я не помню. Я не помню, как называется мое сообщество. Я напишу. Да, Маша напишет, подписывайтесь на Машу, задавайте вопросы. У меня еще есть подкаст. Вот, про подкасты, кстати. Да, но сейчас они были некоторое время на тайм-ауте, потому что было очень много работы и переезд в другой город. Они на русском? Они на русском, да. Я запустила их в прошлом году. Они есть на iTunes. И они называются «Дизайнеры без границ». И я веду там беседы с дизайнерами из разных областей. Не только из интерьера, но и с модельерами, ювелирами, декораторами. Из разных областей. Но, по сути, люди преодолевают одни и те же трудности. Люди проходят одни и те же процессы. Очень здорово. Послушайте, мне они собой так нравятся. Вы записывайте новые. Будем слушать. Да, с удовольствием. Спасибо большое. Маша Фейнберг. Спасибо большое. До встречи. До встречи.